В этом костюме я чувствую себя абазинской княжной. Брат и сестра Мурат и Адалина Урчуковы сегодня звезды этого фестиваля. С ними фотографируются, у них берут интервью, и этот день им действительно запомнится надолго. Костюм мне нравится, нормальный. Я хотела бы нам ходить в школу. Этот фестиваль уже смело можно назвать традиционным. Проводят его уже в пятый раз, и с каждым годом растет размах мероприятия. В этот раз жители и гости Черкеска могли поближе познакомиться не только с народной культурой, но и творчеством ремесленников, работы которых отражают национальный колорит абазинов. Я сейчас делаю рогоз. Рогоз мы сами собираем. Это сделано из стеблей камыша. Сами собираем, сами плетем с помощью этого станка. И чтобы сделать, допустим, вот такую, она получается такая, по разным схемам можно делать. Сейчас в среднем часа два уходит. Еще одна добрая традиция этого фестиваля – гости из других регионов России, а также из Абхазии. Что символично, в этой республике нынче тоже праздник. Там день государственного флага. Атмосферу праздника на фестивале поддерживали творческие группы со всех абазинских аулов. А незабываемые звуки национальной гармонии добавляли празднику народную атмосферу. Но самой большой популярностью пользуется вот эта часть выставки. Здесь представлены основные блюда абазинской кухни. Бастамгял, дзердза, бахсама, мамарса и многое другое всего не перечесть. Но самое приятное для пришедших, что эту выставку можно не только посмотреть, но и попробовать на вкус. Отдельная экспозиция была посвящена юбилею газеты Абазашта. Свой 80-летний юбилей это издание решило приготовить своим читателям сюрприз. Учредить такой приз в день 80-летия газеты родившемуся Абазину вручить коляску. Так получилось, видимо, это свыше было сказано, что это случилось в многодетной семье Убековых, в ауле Заула Кубина. Сегодня утром я связывалась с заместителем главного врача нашего перинатального центра. Мне было сказано, что в 6 часов 20 минут родилась девочка весом 3400 грамм, ростом 52 сантиметра. И она Абазиночка. С удовольствием мы сегодня вручили этой семье коляску. Главная задача фестиваля это сохранение и приумножение национальной культуры Абазин, а также привлечение внимания общественности и СМИ к жизни этого этноса. Мы, показывая свою культуру, как вот сегодня, мы делимся с нашими братскими народами в республике и гостями республики, показывая, насколько богата наша республика. И мы также хотим, отдавая свою красоту, передавая, мы также хотим брать лучше других братских народов и учиться тоже, и обогащать нашу культуру в том числе. В дальнейших планах организаторов не только развитие фестиваля, но и проведение других акций, направленных на сохранение многообразной культуры народа Абаза. Эрнест Чуков, Заурлиев, Архиз, 24.